Всем привет, спасибо, что пришли на мою презентацию. Меня зовут Андрей Рыжкин, я технический директор компании Агима. Мы занимаемся веб-разработкой, веб-мобайл, занимаемся всем, что связано в диджитал сфере. Большинство нашей работы это именно разработка, хардкорная, программирование, все, что с этим связано. Среди наших клиентов очень много разных страховых и банков, так исторически сложилось. Это те ребята, которым очень важен максимальный аптайм, и которым очень сложно объяснять, почему их сайт упал, если он вдруг стал недоступен. Кроме того, у них у многих есть требования от контролирующих государственных органов, то, что их страницы с определенными данными, с раскрытием информации должны быть доступны 100% времени. Соответственно, если они недоступны, их могут штрафануть, причем штрафы до миллиона рублей. Поэтому такие проекты, которые у нас находятся на поддержке, мы, естественно, обязаны обеспечивать их доступность 100% времени. Ну или там 99,9, как получается. Причем, кстати, контролирующие органы делают это неэффективно. Если бы они… Они это делают вручную, проверяют доступность сайта. Если бы они поставили какой-нибудь Zabbix, мониторинг, они могли бы бабки рубить просто, ну, очень много. Проблема понятна. Есть куча проектов, которые у нас находятся на поддержке. Порядка 15 сейчас наших проектов на поддержке. Порядка 30 мы сейчас держим в продакшене, то есть разрабатываем, запускаем, и они тоже практически все перейдут к нам на поддержку. И встает проблема, как все грамотно поддерживать, релизить, при релизах не ронять там и так далее. У всех были свои стадии роста. Так, немножко назад откачусь в историю. Мы тоже, как и все многие здесь, наверное, когда-то пилили код руками прямо на продакшене. Тогда, кстати, никакой проблемы с релизами не было, потому что ты пилил сразу на продакшене. Деплой у тебя был тоже сразу на продакшене и так далее. Ну, естественно, там есть всякие проблемы с тем, что пока у тебя режим отладки, принтер на странице включен, клиенты тоже могут с тобой поотлаживать, и клиенты твоего клиента могут поотлаживать. Это проблема. Естественно, от этого мы когда-то там уходили. И перенос кода руками, который у нас был уже, когда у нас появились тестовые стенды, на которых мы пилили, там надо было все равно переносить этот код руками. И тоже все постоянно забывали принтеры, забывали какие-то файлы там и так далее. Естественно, были еще отложенные баги. Очень вообще всегда было неприятно, когда заказчик спустя два дня после вашего релиза говорил о том, что, знаете, парни, что-то у меня страничка не открывается, можете посмотреть, и вы понимаете, что она не работает с того самого релиза. Ну, естественно, говорите, что у вас кэш, очистите браузер там, F5 нажмите, сейчас все заработает. Вот, но в целом, оборачиваясь назад, конечно, у меня двоякое чувство, и хорошее, и плохое. Плохое, потому что стыдно, хорошее, потому что, наконец, такого уже нет. Следующим шагом мы перешли к Gitu, ну, неважно, какой системе контроля версии, да, код-ревью. Это дало нам возможность как-то более организованно переносить сделанный нами код. Были возможности уже увидеть, кто накосячил, да. Причем это не самоцель, как бы, ткнуть в какашку того, кто эту какашку там оставил. А самоцель – это, прежде всего, научить этих разработчиков, программистов разрабатывать грамотно. Вот у нас была такая огромная, я помню, проблема на одном из наших крутых, крупных проектов, один из первых интернет-онлайн страховых магазинов. Огромная посещаемость, все круто, короче. И мы им делали даже book office на этом сайте. То есть все их сотрудники, включая интервайтов, работали со всей своей book office системой через сайт. И у нас там наши ID-шники заказов, это были номера страховых полисов в их системе внутренней, учетной. И один из наших программистов тогда задеплоил код, в котором R-фильтр не содержал, содержал пустой массив. Все знают, что в этом случае удаляться все, до чего этот get-list там дотянется, да. Это работало на битрексе. И пока max execution time его не вырубил, у нас удаляли все заказы, все там какие-то новости, акции и так далее. Если с новостями, акциями проблем нету, как бы мы их перезабьем заново, то вот восстановить все в таблице заказы с такими же номерами и связанные таблицы, и свойства этих связанных таблиц, кто знает структуру битрекса, тот поймет, мы целую ночь сидели там с несколькими программистами, через phpMyAdmin там вручную восстанавливали весь этот ужас. Конечно, кучу выводов там тогда сделали, но тогда мы даже, вот это случилось до гитаяща тогда, и тогда мы даже не знали, как нам понять, откуда это вообще проблемам возникло. Ну, хорошо мы тогда по тикетам отследили, какая задача последняя была, посмотрели этот код, поняли, в чем был косяк. Но, естественно, нужно использовать код-ревью, особенно у тех чуваков, которые у вас там или новички, или которым вы не совсем доверяете. Пока вы не научились, не поняли, что ваш сотрудник научился делать грамотный код, не забывает делать правильные фильтры, проверки и так далее, обязательно ставьте кого-то старшего над ним, кто будет за этим надзирать. Пока у вас не вырос к нему индекс доверия. Здесь очень хорошо помогает, естественно, система контроля версии. Есть те, кто без нее разрабатывает? Просто пилит. Супер. Есть проблемы с изменениями в BD. То есть, если мы гид можем легко запулить, запушить файлы, автоматизировать все, что угодно, как переносить данные из базы данных не вручную, это всегда проблема. Приходится, конечно, мы когда пытались как-то стандартизировать эти переносы, мы заставляли наших программистов писать листы, в которых они писали по шагам, что они поменяли, потом мы заставляли их, значит, самих это переносить, потом разные штуки делали, но везде, где есть человеческий фактор, он выстрелит. И рано или поздно кто-то забудет где-то поставить какую-то галочку и что-нибудь отвалится. Самый неподходящий момент. Так мы пришли к тому, что нам нужны инсталляторы. Это некие скрипты, которые у нас содержат все обновления, которые мы на базу данных накатываем. Причем, если говорить про инсталляторы, не касаясь там битрикса или какой-то другой CMS-системы, а системы, разработанные вами там на UI, например, там миграция вообще это нормальная тема. Здесь проблем обычно нет. Вы просто накатываете обновление структуры базы данных или там добавляете новую базу данных, после того, как вы увидели новую таблицу в базе данных, после того, как увидели, что она работает, переключаетесь на нее. Если мы говорим, например, про битрикс, то здесь немножко сложнее. Структуру таблицы вы менять не будете. Если у вас какие-то изменения в базе, скорее всего, в 80% случаев у вас добавился или инфоблок, или highload инфоблок, или что-то такое. Мы для этого написали некий свой фреймворк такой, который у нас отвечает за добавление элементов, свойств, инфоблоков, модулей и так далее. И сейчас всех программистов своих заставляем деплой проводить именно через такие инсталляторы. Вот сейчас, не сейчас, ранее у нас была вот такая схема, где фактически участвовало всего два узла. Это деф нашего разработчика и продакшн, на котором расположен сайт заказчика. Естественно, даже когда это все было через гид, это было более-менее по-взрослому уже и поддерживаемо, но чего-то не хватало. Мы поняли, что не хватает некого промежуточного стенда, на котором мы могли бы тестировать все наши обновления. Потому что если до этого у нас тестирование проходило на деф-машине нашего разработчика, потом начинались проблемы с тем, что у нас разные переменные окружения. То есть у программиста своя машина, у продакшн сервера другие переменные окружения, другая версия PHP или другой Apache и так далее. Начинались какие-то проблемы. Мы сделали стейдж, на котором выкладывали все наши обновления. Там же проходило бизнес-тестирование, регрессионное тестирование. На нем у нас, грубо говоря, такой пред-прод сервер. Его юзать важно, потому что еще важнее его обновлять и держать актуальным. Потому что когда мы только начали его использовать, это была такая идея, которая возникла. Мы просто сделали стейджи по практически всем нашим ключевым проектам и на них начали обкатывать перед релизом все наши обновления. Потом возникла следующая проблема, то, что этот стейдж устаревал, никто его не актуализировал или актуализировал не вовремя. И все равно вот эта разница, актуальность проектов, она играла свою роль. Мы поняли, что нам нужно любой ценой сделать так, чтобы наш стейдж был всегда актуален. Мы потратили достаточно много времени, особенно на некоторых проектах, на то, чтобы этот стейдж организовать автообновляемым. Сейчас у нас везде, где стейдж есть, он обновляется раз в сутки, ночью. То есть утром мы получаем обновленную копию нашей продакшн-площадки. Причем, помню, по канонам стейдж должен находиться точно там же, где и ваш продакшн-сервер для того, чтобы у вас и сетевая инфраструктура, которая его окружает, и сервера, и фаерволы, и так далее. Все было в одном месте, и у вас полностью впадали переменные все окружения. Гоняясь за такой историей, можно упереться в то, что у клиента нет, например, на этой мощности. То есть у нас есть клиент со своими DMZ, у них есть серваки, которые они выделили под продакшн, но выделить у них еще один сервак под то, чтобы мы там сделали стейдж, для них это большая проблема на несколько месяцев. Пока они его закупят, пока они согласуют эту закупку, пока она придет к нам в Россию, откуда они заказывают, потом пока они это установят, это очень много времени. Мы поэтому поняли, что нам он нужен любой ценой. И мы стали организовывать такие стейджи у себя. То есть, несмотря на то, что нам не дали этот сервер, мы все равно можем минимизировать возможность того, что у нас что-то пойдет не так, и мы просто стали у себя делать этот сервак. При этом мы стали выкачивать каждый день продакшн базу наших клиентов и столкнулись с кучей проблем. Например, каналы у них слишком маленькие, мы за ночь не успеваем все выкачать. Потом у них там персональные данные, мы не имеем права у себя их хранить. Потом, значит, у нас нет права использовать их VPN в какое-то определенное ночное время, потому что там что-то еще. В общем, все эти штуки шаг за шагом мы обходили, и очень много времени на это потратили, но в итоге получили систему, которая нам на ключевом нашем проекте позволила каждый день иметь актуальный стейдж. Если не будете этого делать, будете как вот эти ребята, потому что у Почты России определенно есть уже свой, скажем так, имидж, который уже никак не исправит. Хоть они там что-то и пытаются сделать, но это точно так же, как с антивирусом Касперского. Что если спросить кого угодно, какой самый медленный антивирус, все скажут, Касперский, конечно, потому что привыкли. Хотя на самом деле, если посмотреть все тесты и все сравнения скорости работы, он уже давно не самый медленный. Но в мозгу это у людей осталось. Поэтому не жалейте временно архитектуру. Мы у себя еженедельно проводим митинги, на которых фиксим какие-то моменты по конкретным проектам, делаем потом точечные митинги по конкретным проблемам, которые есть, и стараемся все, что можно автоматизировать, автоматизировать. Причем мне понравилась история, очень простая, но очень эффективная в плане временных затрат и выхлопа, которые она нам дала. У нас есть, скажем так, проекты, на которых идет такое рубило. Там просто техподдержка, десятки тикетов закрываются, куча народа фигачи там и так далее. Естественно, у нас есть там за каждым проектом закрепленный ответственный человек. У нас это темлиды, которые ответственны за релиз. Они, занимаясь релизом, собирают всю пачку выполненных тикетов в определенный момент, выкатывают их на стейдж, после подтверждения выкатывают их на прот. В какой-то момент, когда я, например, выдерну темлида на встречу какую-то, не зная о том, что у него сейчас будет релиз, а он об этом забудет. И вся команда ждет этого темлида с этой встречи, пока он приедет, чтобы он смог сделать этот релиз. Это же проблема. Причем релиз только на стейдж. Это даже не боевой сервак еще. И мы у себя сделали простой такой хук, который при пуше в определенную ветку, мы назвали там ее превью, он забирал эти данные на стейдж. Потому что на стейдж простых разработчиков мы чаще всего не пускаем. Как правило, это все-таки DMZ заказчика. Как правило, это такая хрупкая вещь, которую не хочется заново актуализировать. Поэтому у нас тогда доступ имеет только темлиды. Соответственно, сделав такой хук, мы получили, мы устранили вот это ненужное звено, когда темлиду нужно драйвить свое время на то, чтобы эти задачи просто перенести из нашего репозитория на наш стейдж. И это на самом деле очень получилась такая элегантная, на мой взгляд, и эффективная штука, потому что потратил ровно 15 минут нашего программиста и сократил нам часы и кучу нервов на каждом релизе. Плюс еще, сейчас говоря так про хуки, мы начали использовать еще и такие штуки, как автоматически запускать миграции, автоматически запускать подтягивания данных из субмодуля. Например, у нас вся HTML-разметка лежит в субмодуле в нашем ките. Мы когда занимаемся тем, что обновляем, выкатываем какие-то релизы, наш программист, наш тимлид может забыть, если он вручную это делает, зайти в этот субмодуль и обновить разметку. Естественно, что-то отвалится, мы заметим поздно там и так далее. Эту штуку мы тоже закинули в хуки и сейчас она тоже у нас получается делается автоматически, исключая человеческий фактор. Самое важное, как мне кажется, когда вы об этом думаете, это устранение человеческого фактора. Потому что везде, где он есть, можно накосячить, можно нафакапить, можно что-то испортить, забыть и так далее. Вот с этой схемой мы просуществовали достаточно долгое время. Я не скажу, что с ней какие-то большие проблемы были, особенно если учесть всю автоматизацию, которую мы туда поднакрутили. Это такая зрелая схема, с которой можно с нормальными клиентами работать. Естественно, хочется расти дальше. У нас уже были поставлены на рельсы вот эти еженедельные улучшения нашего workflow и хотелось как-то развиваться дальше и действовать дальше. Нас к этому еще подтолкнул SLA, который мы подписали с нашими многими ключевыми клиентами, где мы внесли финансовые риски за простой сайт и так далее. И нам стало понятно, что нам нужно использовать не только мониторинг, скажем, наших доступностей сайтов. Мы вообще не подписывались ни на какие договора, которые нам приходили от наших клиентов, где указывают, что критерием доступности сайта является ответ HTTP 200.0 от главной страницы сайта. Там 99-99% времени. Но это полная глажа. Нам-то хочется в высшей лиге играть. То есть понимать, что у нас бизнес не работает, заявки какие-то не отправляются. Или у нас страничка открывается, но невозможно дойти до последнего шага оформления страховки какой-то и так далее. Естественно, проверить это средствами, покрыть кодом можно, но всегда есть момент еще, который может не работать на фронтенде, который может не работать в каком-то браузере и так далее. Для этого мы используем автоматизированные тесты, которые нас покрывают критический функционал. И говоря про SLM, мы обычно прописываем критический функционал, который на сайте должен быть доступен определенное количество времени. Мы выделяем ключевые страницы, которые бизнесу приносят деньги, и их мониторим. Под каждую из них мы пишем тесты. Каждый релиз мы эти тесты, если нужно, обновляем. Эти тесты у нас запускаются после каждого релиза, будь он автоматический или ручной. В автоматическом режиме чуть попозже расскажу и покажу схемку, как она работает. Самое главное здесь вообще в работе над оптимизацией этих процессов – это работа над ошибками. Как я говорил, у нас есть еженедельные такие митинги, на которых мы разбираем наши инциденты. Есть ежемесячные отчеты нашим клиентам по этим SLM, по которым мы говорим, почему произошел тот или иной инцидент, что мы сделаем для того, чтобы такого больше не было и так далее. И как вы думаете, какой самый популярный инцидент у нас был по падениям сайтов? Примеры предлагайте. Релизы. Релизы – это то, что у нас роняет сайт. Если посмотреть на наши отчеты, это 99% вероятности, наверное. При этом все остальное, из-за чего сайт падает, он обычно поднимается сам в течение минуты. То есть какие-то межсетевые бури и так далее. А вот эти штуки, которые релизы, нам попортили очень много крови. Мы поняли в какой-то момент, что нам что-то с этой штукой надо менять. И когда-то у нас релизы работали так, что типа вот мы запилили этот код, пора его на продакшн, протестили, вперед. Потом мы поняли, что у нас таким образом 5 дней в неделю сайт может упасть. И подумали, давайте будем релизы с принтами, как крутые чуваки. Мы будем раз в неделю его ронять только, и все будет хорошо. И мы ездили по клиентам, рассказывали, что все большие дяди релизы с принтами – это нормально. У нас с вами большая серьезная разработка. Я очень убедительно всем доказывал, что именно так нужно вести серьезную крупную разработку. Самый убедительный довод, если кому нужно, это вы берете отчет по техподдержке за предыдущий месяц и говорите, что из этого мы не могли бы с вами уложить в спринт. Что из этого вам нужно срочно прямо сегодня заложить и отправить на сайт. И вы начинаете смотреть каждый из этих тикетов и оказывает, что, блин, там только или авария, или все остальное мы можем уложить спринты. И ты его вговариваешь, этого клиента, он думает, ну, наверное, это круто. Он-то в диджитал не шибко понимает обычно. А у меня на заре сознания всегда такая болталась мысль, что что-то здесь не так все равно. Что-то мы пытаемся решить одну проблему, другой. И часто нашему бизнесу реально нужны обновления гораздо более быстрые. А у нас, если говорить про наши релизы, про которые мы договорились, вроде они заработали. Вроде мы по неделям стали релизиться. У нас тимлидов в этот момент никто не трогает. Они занимаются только релизами. Но все равно какая-то проблема остается. И иногда у нас стали скапливаться тикеты. И релиз занимал несколько дней. Два дня, например. От четырех до восьми часов и больше. И релиз выходил позже, чем он был намечен. Мы теряли кучу времени. Мне жалко было того, что я не могу тимлида выдернуть два дня подряд, потому что он тупо занят этими релизами суперважными и никак его нельзя достучаться на какие-то другие задачи. Хотелось релизиться без проблем. Хотелось вообще, опять же, исключить отсюда какой-то человеческий фактор, чтобы исключить проблему при релизах падения и сэкономить время какое-то. Решили прийти к некой схеме, которая позволит нам доставлять обновления непрерывно. Причем без привлечения на длительное время наших ключевых, самых дорогих ресурсов, темлидов. Сейчас, если говорить про continuous integration, который мы у себя строим, я не скажу, что мы до конца еще построили, расскажу, что мы еще хотим там улучшить. Сейчас первым шагом у нас идет подготовка окружений. Мы запускаем миграции, которые приложены в определенную папочку. Специальный скрипт проверяет, есть ли там эти миграции, накатывает их на базу данных. В случае, если все окей, идет второй шаг. Это очистка кэша. Причем тема важная. У нас очень много интеграций по слабу, и там есть VSDL кэш. И мы свои релизы иногда синхронизируем, иногда синхронизируем с департаментом IT нашего заказчика. И у них тоже есть релизы. И у нас несколько раз так совпадало, что мы делаем свой релиз с обновлением интеграции, они делают свой. Но у них VSDL обновился, она перестала работать. И сайт недоступен в этот момент. И мы несем как бы убытки по своему договору. Потом минификация кода. Эту штуку тоже можно автоматизировать и загнать в наш workflow. Очень просто. Проверяем код стайл. То есть у нас PSR2 принят как стандарт и PSR1 автоматически при пуше проверяется код нашего программиста. Если там есть какие-то проблемы, ему об этом уведомление в консоли на почте падает. Сделали генерацию PHP-дока, но пока не целиком. У нас там, скажем, подтягиваются только классы, хотелось бы документировать все. Пока еще думаем, будем это делать вообще или нет. Проверку на консоль ГОК сделали. Блин, сколько их там забывают постоянно. Проверка на безопасность. У нас есть скрипты свои, которые разработаны по разным параметрам. Они смотрят, что текущий релиз нам позволяет говорить о том, что у нас все будет безопасно, секьюрно. Никаких не будет больших проблем с этим. Юнит-тесты там же запускаются. Запускается Selenium-тест. После этого интеграционные тесты запускаются. То есть все, что у нас покрыто тестами, мы запускаем. И при пуше, когда попадает эта задача на стейдж, мы уверены в том, что у нас весь сайт работает. Все тесты прошли, мы ничего не сломали, все окей. Если на диаграммке этот процесс показать, то он выглядит примерно так. Разработчик делает пуш в гид. Далее там вытягиваются эти данные на стейдж. Перед этим проходит проверка PHP-юнита, проходит проверка кода стайл. Причем любой из этих моментов является стоп-фактором. То есть если он не прошел, код возвращается обратно программисту на доработку. Если все окей, он выходит на стейдж. Там накатываются миграции. Там запускается подготовка окружения. То, о чем я говорил, это очистка кэша. Это, возможно, какие-то артефакты, которые нужно запустить. Позже запускается Selenium тест, интеграционный тест. Если все окей, идет уведомление всей команде. То, что релиз состоялся, все тесты прошли, можно отдавать на бизнес-тестирование. Или регрессионное тестирование, если мы хотим его делать. Что это, в принципе, нам дало такая схема? Это сократило глобально, наверное, время на релизы. Это позволило нам, наконец-то, отпустить нашу QA на обед в релизное время. И это позволило нам повысить аптайм. Потому что релизами люди уже практически не занимаются, за исключением контроля за ним. И нет проблем, когда мы что-то делаем не в той очередности. Условно говоря, обновили базу, не обновили код. Обновили код, не обновили базу. Какое-то время сайт там недоступен и так далее. Вообще вся эта история с автоматизацией очень выгодная, когда вы начинаете представлять услуги не просто по технической поддержке в плане закрытия тикетов, которые к вам приходят, а в плане обеспечения бесперебойности бизнеса заказчика. И многие, скажем так, наши клиенты именно за этим к нам и приходят. Вот если еще говорить о том, что было, вот это наша табличка по одному из ключевых проектов, когда мы релизировали руками. Это практически наш, наверное, рекорд. На тот момент мы могли этим гордиться. Вот что стало. Это я не скажу, что очень много и большая разница, но все-таки это какое-никакое достижение. Там однажды была цифра 41. Я не скриншотил. Есть еще то, много всего, чего мы хотим сделать, над чем мы еще думаем и не уверены, что хотим сделать, но над чем пока размышляем. Это PHP документатор, добить до конца, чтобы у нас документация по нашему проекту собиралась автоматически, выкладывалась, и мы могли к ней обращаться и туда же отсылать программистов, которых мы подключаем к проекту. Это стейдж для каждого таска. Вот если посмотреть доклады Badoo, у них это называется шот. Причем у Badoo там мощности крутые, у нас таких мощностей нет. В заказной разработке вообще нет таких, в принципе, мощностей, наверное. Мы пока думаем, как правильно сделать так, чтобы мы могли каждую задачу тестировать на отдельном серваке, в своем стейдж-сервере. И при этом не, если мы говорим про облака какие-то, не вылетать там в копеечку. Потому что сейчас у нас, например, это один или два стейджа на разных проектах. Там могут быть одновременно, например, 2, 3, 5 задач, которые могут друг на друга все-таки косвенно влиять. Хотелось бы независимо тестить каждую задачу перед тем, как ее сливать с остальными. Мы хотим подумать над тем, нужно ли нам кроссбраузерное тестирование автоматическое. Пока не видим в этой необходимости, но если мы все остальное сделаем, время у нас, скажем, будет свободное, мы, наверное, это запилим. И будем убеждены в том, что у нас во всех браузерах функционал работает. Сейчас у нас покрыто одним браузером, этот, по-моему, phantom.js глючный. Но, по крайней мере, он дает нам возможность понять, что наш функционал со стороны фронтенда тоже работает. Мы хотим запретить на уровне тоталитарного режима пушить код без юнит-тестов и phpdoc описания. Пока это не сделали, потому что не везде, наверное, не всем своим ребятам культуру такую привили. Но, наверное, это ближайшее будущее у нас. И еще из таких фичек nice to have – это нотификация в тикет о том, что произошел релиз. Это уже просто фантазия, скажем так. Иногда бывает трудно. Мы вот когда эту штуку все организовывали и думали каждый шаг за шагом, блин, может, как раньше, руками с дева на проты и все. Потому что затратить усилий нужно было много. У нас не было примера перед глазами, которые мы могли бы на себя перетянуть. И у нас было огромное желание сделать безопасно, сделать удобно, сделать круто. Потом гордиться этим и рассказывать здесь на конференциях. И мы вот каждый день, точно встречаясь, каждую неделю встречаясь с командой, думали, как это все процессы затюнить. Потом я помню, в какой-то момент у нас были особо жесткие какие-то встречи. Мы не могли никак победить пару штук, которые у нас никак не хотели работать. И уже потратили кучу времени программистов, которые должны были пилить какую-то коммерческую задачу. Я все их заставлял пилить вот эту задачу. И в этот момент случилась командировка. Я куда-то уехал, такой загруженный этими мыслями. Думал, блин, наверное, зря я все вот это вообще затеял. Столько времени потратили, выхлопа никакого почти нет пока. И вышел из отеля и такую надпись увидел. Просто поставь цель и шаг за шагом иди к ней. Я понял, что, блин, надо же сначала постараться до конца это довести. А потом уже, если не получилось, то есть взвесив результат, который получился, уже тогда от этого отказываться. В целом, если говорить, сколько времени мы потратили на вот эту автоматизацию, это не так много. Это примерно три месяца от нулевой точки, скажем, когда у нас просто гид релиза были там и иммиграция баз данных, до того, как у нас внедрился TeamCity, внедрились автоматизации тестов, интеграционных, автоматизированных, Selenium и так далее. Все это раньше отдельно было, но запускалось вручную. Чтобы эту всю штуку просто автоматизировать, три месяца она охватилась с головой, еще с учетом того, что мы там многие процессы под себя затачивали. На этом у меня все по докладу. Спасибо. Спасибо. Вопросы задавайте, я ко всем с удовольствием подойду с микрофоном. Здравствуйте, я Юлия Бедросова. Хотела бы спросить у вас, можно где-то посмотреть или почитать конкретные какие-нибудь кейсы по написанию юнит-тестов на Selenium? Да, можно. Обращайтесь на почту, мы вам скинем. Хорошо. Как мы делали с чек-листами, я просто их расшарил и потом всем желающим высылал ссылку. Ну, замечательно. Вопросов нет. Пишите. Да, давай. Здравствуйте, Дмитрий Кодекс. Подскажите подробнее, как вы готовили миграции под битрикс, под боевые базы? Как я сказал, мы написали некий фреймворк, это набор классов, методов, которые у нас делают те вещи, которые вам приходится делать руками. Это добавление элементов, добавление инфоблоков и так далее, модулей и так далее. И мы взяли такое правило. Сначала мы написали большую часть, это 80% всех обновлений, это все, что связано с инфоблоками. Мы написали ее от и до, потом начали оттачивать. И взяли у себя такое правило, что мы никаких обновлений руками не делаем, если что-то через этот фреймворк не проходит, мы его дописываем. Сейчас у нас есть фреймворк, который просто, в который программист, который делает задачу, дописывает нужные изменения в базу данных. Этот скрипт кладет в определенную папочку, когда она через push попадает на сервер stage или prod, неважно, он скриптом автоматически запускается в случае, если он там находится. То есть скрипт сканирует эту папку, видит там скрипт, миграция, ее запускает, она проходит, в конце должна вернуть ок, не ок. Если ок, мы считаем, что миграция прошла, запускается дальнейшая цепочка. Ответил? Вот с откатами при нормальной истории миграции, типа у и опять же, у них всегда есть up и down. И часто я встречал там, где down, просто return true. Вот это наш случай. Мы пока, но это осознанное решение, мы откаты не пишем, наверное, потому что мы их, по идее, должны заметить на stage. Тогда уже, может быть, вопрос пересоздать, как бы не заморачиваясь. А ресурсы тратить на то, чтобы написать скрипт, который будет еще удалять то, что вы туда накатили, не хочется. Поэтому это осознанная просто экономия нашего времени. Алексей Машкарин, компания Manga Telecom. Расскажите, пожалуйста, как у вас проходит процесс код-ревью? Очень приятно видеть представителя компании Manga Telecom. Как раз с вами у нас связано хорошее падение в январе. У вас не отработали. У вас не отработали нотификации, наши администраторы не узнали о том, что сайт упал. Код-ревью у нас проходит через утилиты, которые нашим программистам просто удобны. В плане стандарта какого-то у нас нет. Большинство народа использует просто свои IDE, в которых есть функции. Я так немножко поднаехал, но, ребят, на самом деле мы им пользуемся и вообще любим глубоко. У нас все оповещения через них работают. У меня несколько кратких таких вопросов. Ладно, тогда вопрос вот такой по поводу площадок, на которых работают программисты. Они работают на своих машинах или под них создаются какие-то разворачиваются отдельные площадки? Что вы используете в плане Docker или Vagrant? Как это происходит? Vagrant или Gulp, там сборчики большие, ну небольшие точнее. Мы используем только для сборки нашей верстки, потому что там идет минификация и так далее. В плане тестовых стендов, девелоперских стендов для наших программистов, это обычно отдельные виртуалки на нашем сервере. Мы взяли серверок просто в Hesner. Чаще всего мы кодим, скажем так, в вебе, не на локальной машине пользователя, потому что чаще всего на ней посмотреть что-то нельзя будет. Но если программисту так удобно, вопросов нет. Но тестовый стенд мы ему все равно дадим, он на него будет деплоить свой код. То есть все-таки это веб, это не свой персональный компьютер. Андрей, Медиасофт. В общем, у меня такой вопрос. Не думали вместо стейджа заиспользовать там Travis CI или что-нибудь подобное, и тогда бы у вас было под каждую ветку, отдельно бы запускалось тестирование и все, что у вас происходит на стейдже? Думали. Даже одно время это использовали на одном нашем проекте, но столкнулись там с техническими некоторыми сложностями, поэтому пока остановилась наша стейдж как штука, которая для нас проще. Если у тебя есть опыт в этой штуке, мы с удовольствием обратимся. Если ты поконсультируешь, мы воспользуемся твоим опытом. Константин, IDEX Group. Скажите, а вы обновляете ядро битрикса? И как в этом случае быть с синхронизацией? Мы никогда не обновляем ядро битрикса. Никому не советую. Простите, а вы все что под словом обновляете? Подразумеваете в смысле изменения внести или обновление? Я пошутил вообще. На самом деле что значит обновляем или нет? Конечно обновляем. Там постоянно новые фичи выходят, новые нужные. В код ядра мы не лезем никогда. Честно. Обновление делаем. Обычно делаем на стейдже или на тестовом серваке. Смотрим, что у нас ничего не упало, все хорошо. В 99% случаев так и есть. Потом обновляем бой и актуализируем все остальные площадки. Если говорить про стейдш, у нас автоматически на следующий день станет обновленный. Если говорить про деф, там такой необходимости нет. По необходимости актуализируем. Андрей, у меня есть вопрос такой. Недавно Герман Греф выступал и говорил, что они в своей IT-системе сделали 40 тысяч изменений за год. 47 тысяч изменений. Плюс-минус, да. Он говорил, что в сравнении с другими банками, конечно, круто, но вот Amazon делает 10 тысяч изменений в день и вообще мы там в хвосте плетемся по сравнению с ними. У вас на каких-то проектах есть такая метрика, чтобы вы ее прям следили и готовы были показать, как у нас круто по количеству? Ну, наверное, я могу сказать, что мы по своему ключевому проекту закрываем порядка полутора тысяч часов в месяц разработки. Это метрика. Ну, это прям флагманский наш проект, я не скажу, что у нас все такие. Из таких метрик, наверное, только аптайм и больше нечем похвастаться. А вот именно по количеству изменений вносимых? Ну, вот мне кажется, количество часов показывает количество изменений. Вообще, я тоже смотрел выступления Грефа. Он, конечно, очень интересный мужик. На них смотришь, на их сбертех, ты думаешь, что нифига себе, если они топчутся на месте со своими 47 тысячами изменений, пятью процентами штатов программистов всей России и так далее, то что мы вообще здесь делаем. Но рано или поздно на вас так начинают смотреть. Мы вот также поглядываем на Badoo, у которых хорошая система Continuous Integration, очень интересная. И также у нас поглядывают некоторые наши другие коллеги, которые там что-то делают. Мне кажется, нужно всем коллективно об этом больше говорить, больше развиваться, больше делать, делиться опытом. Если у кого-то есть какие-то успешные бизнес-кейсы, уметь друг с другом делиться и не жадничать. Да, да. Давайте еще пару вопросов. Андрей, спасибо. Один маленький вопросик. Почему именно TeamCity? Что почему? Почему TeamCity? А, почему TeamCity? Да. Какие аргументы? Нравится. Мы не проводили глубокого анализа сравнений. Мы его поставили, он заработал, нам понравилось. Все. Плюс там есть, по-моему, 10 билдагентов из коробки бесплатных. Если брать какие-то другие системы или сборщики типа Anta или Maven, там свои проблемы есть, с этим мы поняли, что мы легко договоримся, что мы просто поставим несколько TeamCity и у нас будет сколько угодно билдагентов. Нас все устроило в этот момент и мы решили его использовать. Какой-то сравнительной анализы за этим нет. Большого. Все? Ну, давайте последний, а дальше тогда будете Андрея в кулуарах мучить. А вот такой вопрос. Вы не планируете своими всеми скриптами, ну не всеми скриптами, а некоторыми наработками в open source на GitHub как-нибудь поделиться? Мне пока, наверное, стыдно их выкладывать в паблик в плане того, что это все-таки наколенная разработка. Большинство таких штук это баш-скрипты. Это не там continuous integration, наверное, совсем штука. Когда мы это все запакуем в нормальные сборщики, и у нас это будет работать прям как коробка, мы, наверное, об этом если и не будем как бы кричать громко, но точно объявим и скажем, что вот есть такая штука, которую мы разработали, можете посмотреть. Можете следить за нашим фейсбуком. Спасибо. Спасибо.